Подготовка к школе во многих семьях начинается задолго до часа икс. Выбор учебного заведения, сбор документов, штурм магазинов и школьных ярмарок. Но прежде всего психологи советуют оценить, насколько ребенок готов к школе. По их мнению, способность следовать за новым и выстраивать отношения в коллективе у ребенка развивается к семи годам. К этому времени, как правило, формируется и интеллектуальная готовность к обучению. Торопиться некуда. Это правда. Желание родителей отдать пораньше. Но зачем? Для чего? Не стоит торопить. Потому что такие дети часто не самые маленькие в классе, часто им небезопасно рядом со сверстником. Ведь разница между пятью и шестью годами, она еще велика. Между шестью и семью годами тоже достаточно велика. И быть самым маленьким в классе, ну, не для каждого ребенка это удовольствие. Амир Туников без пяти минут первоклассник. В сентябре ему исполнится семь. Весь предыдущий год Амир ходил на подготовительные курсы, знакомился со школой, учителями и уже успел многому научиться. Я научился красиво писать. Научился писать печатными и прописными буквами. Научился читать. Я очень хочу читать истории всякие. Мама Амира признается, решение идти в школу в этом году было непростым. По возрасту Амир мог пойти в первый класс и в следующем учебном году. Мы долго думали и сомневались. И, соответственно, решили, что подготовка к школе расставит все на свои места. Успех появлялся все больше и больше. И ребенок проявлял себя уже по-взрослому, решал небольшие какие-то внештатные ситуации самостоятельно. Сам собирал рюкзак, сам шел в школу. И уже по тестированиям и по беседам с психологом стало понятно, что действительно ребенок прошел большой путь. Он адаптировался. Такая некая годовая трансформация была. Задача родителя по отношению к школе – сформировать ее положительный образ, познакомить ребенка с учебным заведением и концепцией обучения. Подготовительные занятия в детском саду или при школе два раза в неделю по часу с этими задачами справляются. Если ребенок идет в школу абсолютно готовый, умея все, ему просто будет в первом классе неинтересно. И навык учиться у него потеряется. Он придет в первый класс и вместе со всеми будет палочки выводить, зашлиховывать, буковки. И ребенок, который бегло пишет, ему будет просто неинтересно, нечего делать в этом первом классе. Поэтому дайте ему лучше доиграть в свои 5-6 лет. Сохраните детство и пусть в школу идет с готовностью учиться, с интересом к тому, что там будет. Психологи обращают внимание на важность фигуры педагога. Насколько это будет отзывчивый и грамотный человек, зависит успешность адаптации первоклассника в новом коллективе и в новых для него условиях. Задача родителя – найти для своего ребенка того самого первого учителя, который будет вести за собой и сможет заинтересовать учебой. В период подготовки к школе специалисты советуют также не забывать и о здоровье будущего первоклассника, укрепить иммунитет и пройти все необходимые обследования. Галина Топилина, Константин Головин, Петр Поломеев. События.